Решил я показать посадку огурцов, по которой сбор у вас будет происходить вёдрами практически. Ну, по крайней мере, 8 кустов. И шли по снижению, оптимизировали. Сколько же кустов необходимо на семью? 16, 14, 12, 10. Сейчас решили, сажаем только 8. И, как всегда, вертолёт начинает летать. Самый нужный момент. Про весь огород в целом я потом отдельно, как я уже говорил, расскажу. Вот сейчас, как грядку я тут готовил. Огурцы любят навоз, очень любят навоз. Поэтому я навоз положил ещё месяц назад, обильно пролил и накрыл плёнкой. Теперь пришло время, поскольку у нас май такой в Подмосковье выдался то холодно, то жарко. Сегодня прохладный день хороший. Решили сажать и время для посадки самое. Вот я натянул шнурки, чтобы было понятно, как делать лунки. Три метра длина вот этой грядки. Грядка высокая и тёплая. Натянул шнурки и из расчёта 8 кустов расчитал 4 куста на одну сторону и в шаг на порядок. Сделал лунки, чтобы потом было удобно поливать. Вода не будет растекаться по всей грядке с одной стороны. С другой стороны удобно будет сюда вносить все удобрения. Что я вношу? Сейчас вы всё увидите. Весь процесс. Сейчас у меня будет оператор снимать. Это профессиональный оператор. Специально подбирал, когда женился 40 лет назад. Она признает всё, как делать правильно. Передаю в надёжные руки и иду. Сейчас в моих руках всё, что нужно грузам. Это нитромофоска. Здесь азот, фосфор и калий по 16%. Всё, что необходимо для роста стебля. А весь микроэлементный набор находится в древесной золе. Это чистая древесная зола, свежая. И плюс перегной, который тоже даёт массу всяких полезных веществ. Что мы делаем? Я беру, рыхлю землю в лунке. Вношу туда 2 ложки золы. И максимально граммов 15. То есть полная чайная ложка, либо неполная столовая. Большая. Этот, опять же, по всей лунке распределяем грабельками. Всё, лунка готова к посадке. Сам процесс я покажу. И точно так же делаем вторую лунку. Первые четыре я уже сделал. Это просто я, чтобы показать. Сейчас берём, сыпем опять же, вот это количество нитромофоски. И две ложки древесной золы. И опять же, всё это слегка перемешиваем. На глубину 2 сантиметра, не более. Потому что семенам, чтобы развиться, у них корневая система будет такая же, как паутинки. Они с этой глубины будут брать всё необходимое. Теперь оператор может отдохнуть. Ну, сначала я скажу два слова о том, что за огурцы мы сажаем. Я не буду рекламировать производителя, сами определитесь. Я с детства моего помню вкус таких плотных, объёмных, сочных очень огурцов, под называемым родничок. Вот я отдаю им предпочтение перед любыми. Поэтому с женой у нас договор. Половина это родничок, а другая половина она экспериментирует. То такие, то другие, то третьи. Не женские и прочие. Поэтому сейчас сажаю родничок. Не рекламирую опять, что за фирма. После посадки я обязательно втыкаю, чтобы это было видно, что здесь мы посадили. Вот такую палочку с надписью, маркером, что это родничок вот такой-то фирмы. Если, допустим, будет плохая схожесть, я эту фирму потом просто порву и никогда к ней не вернусь и другим закажу. Вот тогда я прорекламирую, что, ребят, не покупайте семена. Но будем надеяться. У нас такой еще не было жалоб больших в сторону. Вот я ставлю, что здесь сажается это. Потом, конечно, надо сажать это без перчаток. Семена любят тепло человека, как все живое. Как говорит батька Лукашенко, вытряхиваем или вытрахиваем на руку. Два семечка, я думаю, этого достаточно проверить на всхожесть. Одну сюда, потом добавим. Теперь, что мы делаем. Рядостная земля. Я обязательно, у меня есть земля, я потом вам расскажу, как я ее делаю. Газоны мы косим, сорняк, круглый год. Я сделал ящик высотой метр двадцать и метр на метр в объеме. Обилую изнутри рубероидом и туда все засыпаем. Раз в два года у меня будет порядка полутора кубов вот такой вот земли. Это чистая земля, там все. Там песочек попадается, червяков очень много. Они перерабатывают землю, вот она. В магазине такую не купите. Поэтому это все наша земля, мы ее используем. Я сюда кладу из расчета, чтобы семя было прикрыто не более двух сантиметров, не более. Не надо углублять семена в такой период, иначе они будут долго-долго всходить. Единственное, что я сделаю, ну так, для красоты разровняю полунки. И у меня старая кротогонка, типа солнечная батарейка. Она проработала сезон, а теперь мне служит вот таким уплотнителем. Ей очень хорошо утаптывать. Вот. Не надо бояться, что раздавите семя, потому что земля должна быть плотная. Если там будет хоть капелька воздуха, будет гнить семя. Все. Вот это готово. Сейчас я посажу все остальные лунки. И обильно, я не буду поливать каждую лунку. У меня просто водопровод есть дачный, а если нет, берете лейку. И обильно, на глубину, вот палец указательно всовываете в почву, должна быть влага. Для чего я объясняю. Мы сейчас это сделаем, поставим дуги. И на дуги натянем свежую, каждый год мы меняем, полиэтиленовую пленку. И вот этой влаги должно хватить на неделю. Вот я неделю не буду открывать, пока не взойдут. Всхожесть ровная неделя, примерно 6-7 дней. Вот на такой глубине. Если посадить их глубже, что происходит? Вот этот пар в парничке, он начинает губительно сказываться на этих семенах. И всхожесть меняется, и они будут болеть. Мелко посадили, быстро выросло. Все, нам больше ничего не нужно. Поэтому вперед. Тут начали приходить сообщения. Телефон разрывается. Почему это? Как это вы посмелились сажать в сухую лунку, заранее не пролив? Поясняю. Если бы я пролил лунку, сейчас было бы сложно вносить залу и все остальное. Это надо перемешивать. Поливать после внесения тоже не хочется. Почему? Объясню. Я буду сейчас равномерно поливать всю грядку. Я ее залью водой. На вот такую глубину, с 7-10, все будет пропитано. Поэтому смысл какой? Что сейчас пролью, что позже. Я все равно землю уплотняю. Перед поливом в любом случае надо уплотнять. Вот. И тогда уже сколько войдет влаги, столько и войдет. Поэтому по этому поводу не заморачивайтесь. Делайте, как делаем мы. Каждый год с урожаем. Воду мы подали в шланг. Берем наш чудо пистолет и здесь без всяких секретов особенных начинаем поливать. Есть такая дочь вращалка, но поскольку здесь все рядом, сейчас будут сажать помидоры рассады. Вот. Ничего сложного. И сейчас когда я пролью основательно, сначала одну сторону, потом перейду, буду в другую сторону проливать. Поставим дуги и сразу же укроем полиэтиленом. Саллофаном. Или более подвинутым. Саллофаном. Вот в накрытом виде. Я взял рукав. 2 метра. Ширина двойной. И запустил его внутрь. Трехметровую доску. И его потом наверх заворачивать сюда. При поливе. И все. А та сторона будет не открываемая пока. И когда все прорастет. Ну так скажем так. На глубину, на высоту, превышающую размер этих дуг. Мы эти дуги убираем. И здесь построим деревянный домик. На который будет натягиваться. На высоту примерно метр восемьдесят. На который будут натягиваться плети. Так вот. Я скажу. Что мы. Собирали. Ведрами. Ведрами. Вот после такой посадки. Мы не знали куда их давать. Куда раздавать. Очень много засоленных. У нас еще двухгодичные давности. Мы делаем в банках. Отличный бочковой посол. Кроме другие. Закрутки. И тем не менее. Огруцов очень много остается. Поэтому мы с шестнадцати. Вот перешли. В этом году до восьми. Огруцов. Хотя. Есть очень много сортов. Которых хочется тоже кушать. Но ввиду. Вот. Просто девать некуда. А у нас. Так устроено государство. Что. Излишки. Мы не можем приехать. Кому-то отдать. Чтобы там. Хотя бы. Хоть копейку выручить. А те кто не имеет. Так же недорого бы их купили. Такая система. К сожалению. Государство не функционирует. Она закрыта. С некоторых пор. Все. Сейчас перейдем на посадку. Помидоров. Рассадой. Вот. Грядка почти готова. Взрыхлена. Сейчас я буду этим заниматься. Про все остальное. У нас клубника. Чтобы вы понимали. Сейчас у нас. Сегодня. День пионерии. 19 мая. Ну вот. Чтобы вы видели. Сколько соцветий. И она уже цветет. Видите. Это тоже. Не просто так. Это просто соблюдение некоторых. Агротехнологий. Вот. Которыми тоже с вами поделюсь. Клубнику мы принесли. Она была три года на одном месте. Перенесли. Осенью. Эту сюда. И весной. Рассадили еще на эту грядку. Вот этого всего. Мы раз в два дня делаем сбор. Такое. Пятиритровое ведерко. Вот. Ну. Практически там. На две трети наполненное. Этого достаточно. Чтобы объедаться ею. Йогурты ежедневно. Со сметаной делаем. И прочее. И у нас благодаря тому, что клубника вся. Сортность. Поспевание. Недели через неделю. И так три сорта. То есть мы в течение трех недель. Постоянно имеем клубнику. Вот. Это вкратце. Я не хотел сейчас об этом говорить. Но пришлось. Вот так. До следующей встречи. Сегодня же будет другое видео. Спасибо. ГЕН